К центру города у рязанцев меньше всего претензий. Жители радуют гирлянды на деревьях около администрации, светящиеся под белкой и освещенные здания. Однако, если присмотреться, становится понятно, что в среднем каждый пятый уличный фонарь не работает. Улицу Ленина спасают вывески магазинов. Их излучение является самым мощным источником света. На площади театральной мы заметили мигающие фонари. Около минуты они горят, затем гаснут, зато включаются соседние. С менее крупными улицами ситуация грустнее. Вот, вот там четвертый лицей, Кремль, там темнота. Вот это я в сторону почтовой двигаюсь. Темнота. Темнота. Слева цирк. Вот пойдут люди из цирка, вот по такой темноте. Только фармиши освещают. На проезде яблочково фонари горят. Однако они светят прямо в кроны деревьев, поэтому отбрасывают на дорогу только тень. По нашим наблюдениям, именно разросшиеся кроны чаще всего мешают свету проникать на дорогу. В центре все хорошо, как бы все освещено, а вот окрестности уже не так сильно, я бы сказала. Ну, конечно, все центральные – это да, а вот закоулочки. Дашку песочную, у нас есть парк в конце, где Европа. Там вот не включает, конечно, света. Это очень плохо, потому что постоянно гуляем с друзьями. Там очень темно, я считаю. Ну, тут вроде освещение, если идти в сторону, к апельсину, к тому стороне, там тоже темно. Не включать, нет, в парке свет, только апельсин освечивается. По пешеходникам, конечно, не так страшно, потому что где я хожу, в основном все, конечно, освещено. А вот в переулочках, ну, конечно, есть немножко, но стараюсь очень быстро идти. Честно говоря, не очень. Везде темно, нигде ничего не видно. Единственное, что вот в таких местах свечают, ну, где базовые места, а так, если куда-нибудь за уголок повернуть, все спрашивают, что убьют. Мне чисто нет, потому что я тут вырос, все знаю. А так, если девушкам, тем более одним, то уже много я уже наслышался именно в этих районах случается. Так, конечно, переживаю за близких, либо друзей, либо за девушку. Напомним, что в 2014 году дирекция благоустройства города заключила энергосервисный контракт СОО «ГПБ Энергоэффект». Он предполагал установку инвесторам энергоэффективных приборов уличного освещения, шкафов управления, а также частичную замену электросетей и опор. Однако условия договора были нарушены. Подрядчик говорит о том, что лампы выходят из строя из-за скачков электричества, а это не гарантийный случай. В свою очередь город обвиняет компанию в некачественных лампах, а также отказу от замены вышедшего из строя оборудования. Арбитражный суд Рязанской области уже рассмотрел несколько исков. Решения по ним были различными. То в пользу подрядчика, то в пользу города. Сейчас дело рассматривает арбитражный суд Москвы. Пока решение не вынесено, и городского освещения на некоторых участках нет вообще. Например, около остановки Точинвест. Однако в основную слепую зону города попадают именно пешеходы. Возвращаясь вечером домой, им приходится преодолевать участки полной темноты для того, чтобы добраться до собственных подъездов. Сейчас вы меня видите только за счет накамерного света. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».